Добрейший денек, дамы и господа, ladies and gentlemen, меня зовут Яков Файн, Соединенные Штаты Америки, подкаст называется «Будни Америки». Очень хороший душевный видеоблог, сегодня 18 апреля 2021 года, и начинаем. Начнем из usual, с комментариев по комментариям, хотя сегодня не густо, не густо, один только, я вижу, из тех, которые можно прокомментировать. Олег пишет, спасибо за подкаст, слушаю вас во время пробежки, кстати, без рекламы, оказалось у меня YouTube Premium. Мне нравится такой вообще оборот, оказалось. Я бы тоже хотел, чтобы вот так сижу-сижу, а тут оказалось, что у меня подписка на какие-нибудь хорошие журналы. Что-нибудь оказалось, как такое может быть у Олега? Может ли такое быть, что он не покупал YouTube Premium, а у него он есть? Отвечаю, да, может быть, то есть Олег вполне возможно имеет такой YouTube Premium, как и я. Я подписался на него, и у YouTube Premium есть два разных режима. Во-первых, скажем для тех, кто еще не в курсе, что это за такое YouTube Premium. Это когда вы не хотите, во-первых, чтобы были рекламы, когда вы что-то смотрите на YouTube, вам не нравится реклама. Они вас, может быть, даже и раздражают, а может быть и того хуже, вызывают чувство отвращения. И для этого YouTube сделал YouTube Premium, то есть вы подписываетесь на него, и подписки бывают две разные. Одна из них на одного человека, другая на семью. Если подписка на семью, не знаю, сколько в вашей стране вы должны за это платить, то тогда, по-моему, человек шесть может шерать, шерать, делиться этой же подпиской. Вы просто говорите, что вот этот, вот вам имейл, вы пишите инвайт, приглашение кому-нибудь из ваших знакомых, и он тоже на вашей подписке и сидит. Так что, если кому из вас дорого ее купить, соберитесь, пять-шесть человек, сбросьтесь и купите. Что вы еще будете иметь, если у вас будет подписка YouTube Premium? Вы будете иметь возможность загружать видео на свое устройство, на свой телефон. Это очень удобно. Я этим пользуюсь регулярно. Вот, скажем, лежите вы на пляже и хотите что-то смотреть из YouTube, а там плохая связь интернетовская, тянет, зависает или вообще прерывается, а кроме того, у вас вообще могут быть ограничены гигабайты, которые вы можете на интернете качать. То есть, перед тем, как идти на пляж, прямо под видео у вас появляется кнопочка download, вы загрузили ее и лежите такой в шезлонге, под зонтиком. Чудная погода, море плещется, у вас их ног. И все, и не нужно вам никакой интернет-коннекшн. Или вы летите в самолете, вы хотите смотреть там видео какие-то, которые вы скачали с YouTube, пожалуйста. Или вы на пробежке, как Олег, пожалуйста, смотрите, слушайте, вернее. Да, еще что интересно. Если вы на пробежке или на проходке или на прогулке, то вы еще можете сделать следующее. Когда у вас YouTube премиум, вы можете выключить свой телефон, то есть, нажать эту кнопочку power. То есть, он не показывает изображение, соответственно, ваши батарейки, они садятся так быстро. А вы можете слушать то, что было на видео. Слушать то, что было на видео. Вот во время пробежки, вот тот же Олег, когда он бежит, он не должен держать телефон включенным. Он включает видео на YouTube, нажимает на кнопочку power off, и все, вперед, пожалуйста. Круто и удобно. Ну, а кроме того, будете меня смотреть без малейших прерываний, что само по себе шикарно. Раз уж я заговорил о пляже, то многие россияне вспомнили о Турции при словах пляж, ибо лучший российский курорт – это, конечно же, Турция. Надежды на Крым не оправдались, и народ все так же ездит в Турцию. Почему я вспомнил про Турцию? Вот буквально вчера меня здесь один человек спросил, что такое бомбить Воронеж? Что такое бомбить Воронеж? Я начал объяснять. Вы, кстати, возможно, будете удивлены, но у нас в Штатах не все еще пока знают это устойчивое выражение, идиому в русском языке – бомбить Воронеж. Я начал объяснять, что, мол, когда-то, когда были введены западные санкции против России, Россия тоже стала вводить ограничения в ответ, которые ударили по своим же гражданам, как они тракторами, экскаваторами, я помню, этих гусей несчастных давили, которых нелегально в Россию провезли, вместо того, чтобы отдать их людям, которые голодают или почти голодают. И вот тогда в России кто-то, какой-то умный человек, реально умный человек придумал термин «бомбить Воронеж». И буквально после того, как я сказал, это объяснил, это мне попалась свежая заметочка. Как оказалось, как оказалось, Россия решила ограничить перелеты в Турцию с 15 апреля до 1 июня. Все в трансе, ну не все, а те, которые купили путевки заранее, которые пахали трудно, зарабатывали денежки на свой долгожданный отпуск в Турцию. И им сказали «no way, no fucking way, вы не поедете в Турцию, ребята». Почему? Если я не ошибаюсь, поправьте меня. «I need a fact check on this». Поправьте меня. Вроде потому, что Россия беспокоена заболеваниями, ростом заболеваниями в Турции, ковидами, поэтому туда не пускаю. Ну, во-первых, я первый раз слышу, чтобы страна не пускала куда-то. Страна может не впускать к себе или не выпускать граждан. В принципе, потому что у себя в стране всплеск заболеваний. Но не пускать в другую, в чужую страну, аргументируя, что мы боремся за ваше здоровье, это, конечно, довольно странно. И на самом деле, конечно же, довольно прозрачно причина. Причина в том, что Эрдоган, турецкий президент, решил поддержать Украину в текущем конфликте Украины и России. И, по-моему, они даже, сколько, не то 50, не то сколько беспилотников поставили Украине, вот-вот сейчас прям. И Россия решила отомстить Турции, наказать типа Турцию. Но вот это именно классный пример бомбить Россию. Не, бомбить Воронеж, который называется. Так что у меня теперь есть два примера про бомбить Воронеж. Если у кого есть еще примеры иллюстрирующие бомбить Воронеж, напишите, чтобы я смог еще лучше объяснить эту идиому. Теперь, что касается России, раз уж я говорил о России, один из немногих выпусков, где я говорю о России, я, ну, конечно, то, что там делают сейчас с Навальным, это ужас. Вы знаете, я много раз говорил, что я его не люблю, Навального. Но Навальный человек. Навальный человек. И не давать доступа к врачам, а там уже вроде бы проверили, что у него в крови содержание калия выше уже, чем допустимое. И у нас уже, по крайней мере, в прессе написали, что он может умереть в ближайшие дни. Умереть. В ближайшие дни. От кардиоареста, в частности, от остановки сердца. Он голодает. Я не хочу говорить ничего, что поддерживаю я голодовки, не поддерживаю я. Не имеет значения. Человек лежит, умирает, и Путину достаточно просто снять трубочку. Снять трубочку. И к нему допустят врачей, и человека можно спасти. Но этого не происходит. Что я могу сделать? Ничего я не могу сделать. Я просто хочу выразить свою поддержку Навальному как человеку. То, что он делает, как бы, это его дело. То, как он борется, это его дело. Но он человек, и он не должен умереть вот таким образом. Не должен. Я бы этого не хотел. Следующая тема нашей программы Refugees. Refugees. Это что? Это беженцы. Это беженцы. Могут быть political refugees, могут быть еще какие-то, наверное, refugees. Но это те, кто просит политического убежища у нас тут в Штатах, они так называются. И вот мы читаем статью, которая называется как? Джо Байден overrules staff plan rises refugee flow. Что это значит? Джо Байден объявил, что он быстро в ближайшее время увеличит количество, увеличит квоту на количество людей, которые которые будут, как это сказать, которым будет дано убежище в Штатах. Раньше было 15 тысяч, но увеличится намного больше. Конечно, в основном это повлияет на вот эти потоки беженцев на южной границе. Но я и вам хочу сказать, те, кто меня слушает, если вы думаете или думали подавать на беженство США, то в ближайшее время будет, конечно, потепление в этом плане и у вас может появиться шанс. Вот так. Следующая тема. Следующая тема нашей программы это я вчера вам говорил об одной из основательниц движения Black Lives Matter, как на нее стали наезжать, на тему, что вот она покупает дома, покупает дома, больше, чем на 3 миллиона, она купила домов сейчас, в то время, как она, которая себя называла марксистом, могла бы подумать об окружающих и, в принципе, вести себя поприличнее и давать деньги, давать донаты на какую-то хорошую, более хорошую причину. Она стала отбиваться, потому что марксисты все бойцы и бойцы-цы. Она стала отбиваться и сказала, что она всегда помогает членам своей семьи, включая своего братика и маму, а также своему собственному ребенку. Вот это круто. Это то, что я всегда вам говорил. Я всегда говорил о чем? В первую очередь думайте о своей семье. Не надо думать о глобальных вещах, не надо рассказывать я представляю свою страну и мне как гражданину такой-то страны обидно задержав этого. Не надо. Улучшайте жизнь отдельно взятой семьи, конкретно своей. И теперь представьте, если каждая семья будет жить лучше, чем жила раньше, то в целом весь мир будет жить лучше, чем жила раньше. И эта дама очень точно сказала, я уже помогаю своей маме, своему брату, они же черные, и своему ребенку, не знаю, кто это, дочка или мама. Она говорит, деньги, которые у меня есть, которые я заработал преподаванием в университете, у меня какие-то дилы с Ютьюбом есть, она книжку какую-то написала. Она говорит, я это все заработал, но деньги принадлежат не мне одной, а моей семье. Очень правильно, очень правильно. И вот я им помогаю, она говорит. И она начала наезжать на правую прессу, правую в смысле, правостороннюю прессу, и говорить, что это вообще наезды на нее, это вообще расизм в высшей степени. Как вам нравится такая защита? Лучшая защита, это, как говорится, нападение, это правда. И в комментариях, которые я читал, мне что понравилось, что мне понравилось, вот эта фразочка, мне понравилось, что это, ну, это комментарий, конечно, справа, что это еще одна прекрасная иллюстрация того, как wokeism is simply marxism. Вот эта фраза. Woke, to be woke. Быть woke, это значит все время соразмерять свои действия, ситуации и расовой принадлежности, и белые должны чувствовать свою хрупкость, уязвимость, несправедливость, то, что они творят с бедными рабами черного цвета. Это называется слово woke и wokeism теперь уже теперь есть. А они пишут вот здесь, что еще одна прекрасная иллюстрация того, что wokeism это просто марксизм, где слово класс, помните, там надо было классовое различие, ненавидеть класс, где слово класс было заменено на слово раса, а так это чистый марксизм, они пишут. И как всегда, как всегда, правила революционеров требуют, что правилам надо подчиняться, а не применять их к себе. То есть правила не нужно применять к руководителям и лидерам марксизма, а нужно просто им следовать. То есть, она руководитель, и то, что ей положено, то, что положено Орлу, Воронье, недоступно, как говорится. И они пишут здесь дальше, что вот к себе это неприменимо, и неважно, они являются членами политбюро в Москве, или лидерами движения БЛМ где-нибудь там в Топанго, Кеннион. То есть, правила выпустило руководство, чернь должна этим пользоваться, чернь не в смысле цвета, извините, за такую тавтологию, это не тавтология, а не знаю. Они правила издают, но к ним они неприменимы, а чернь должна им следовать. Вот так отбилась лидерша основательница одна из Black Lives Matter. Теперь еще одна вещь. Еще одна вещь это связано конечно же конечно же почему конечно же ну просто связано она с Ираном. Вы знаете, что неделю назад примерно произошел взрыв совершенно случайно происходит взрыв на заводике, где обогащается уран, где крутятся центрифуги и что-то там непонятное происходит. И вот газета Jerusalem Post шесть дней назад написала вот что. Написала пару слов и я вам буквально прокомментирую две вещи. Ну и две, а может быть и три. Как только происходит что-то в Иране взрыв, убийство, вот скажем год назад было убийство одного ученого, он ехал на машине вдруг какой-то стоит пулемет в пыли у дороги, вообще никого нет с этим пулеметом рядом и вдруг он начинает стрелять и убивает этого ученого ядерщика, что повлияло на то, что не так быстро Иран сделает свое ядерное оружие. Уже это было лет 10 назад, я уже не помню тоже на заводе с центрифугами, когда израильтяне, ну по крайней мере так, Иран был в этом уверен, подпустили специальный вирус, который заставил эти центрифуги крутиться с бешеной скоростью и вывел из строя много. Опять отбросили сильно Иран в плане создания ядерного оружия. А то, что они над этим работают, у нас в Америке полстраны не сомневается. Вторая половина это те, кто любит демократов. И я не принадлежу той половине. Теперь, когда произошел эта авария, а авария это не просто авария, это произошел взрыв на этом заводе, плюс обесточенность, обесточили там чуть ли не весь или полфабрики этой. И этим сильно повредили многие центрифуги вот эти, которые обогащали уран. И теперь говорят, что Иран опять отброшен на 9 месяцев. Израиль как всегда не признает ничего, ничего не комментирует, говорит, мы тут ни при чем. Иран, конечно же, сразу же начал говорить, что это израильские штучки, и они, гады, будут наказаны. Вот. А это Моссад, конечно же. Потом стали писать, что это, конечно же, сделано не напрямую, ибо никаких там евреев разгуливающих по фабрике, по производству обогащенного урана на видеокамерах замечено не было. Мол, они это сделали через своих прокси. Через своих прокси, значит, через тех, кто живут тут в Иране, хорошие иранские граждане, вернее, не очень-то и хорошие, потому что они работают на Моссад. В этой статье еще написано, что они уже теперь нашли предателя, то есть кто-то пронес взрывчатку на завод. Надо было это сделать сначала, такие дела, как обесточить фабрику, это можно сделать и с помощью программного обеспечения, с помощью хаканья. И вот они уже говорят, что они уже нашли предателя, и этому предателю не поздоровятся. Но при этом, конечно, все равно Иране уверены, что это сделано удаленно, каким-то макаром, но этими гадами евреями из Израиля. Премьер-министр Наталья Ягу никак не комментирует этот конкретный взрыв, но он не раз заявлял и продолжает заявлять, что пока я тут главный начальник, у Ирана ядерного оружия не будет. Ну, или, как мы понимаем, он говорит, люби меня, со мной вы в безопасности, братья евреи. Еще одна вещь, которую я хотел сказать, это такое, у меня такое подлинненькое чувство злорадства. Подлинненькое чувство злорадства, направленное на известного киноактера. Известного киноактера зовут правильно, Роберт Де Ниро. Роберт Де Ниро. Действительно хорошо играет, спору нет, но он ненавидит и ненавидел Трампа всеми фибрами его души. Он делал заявление, я хочу ему дать в морду, когда Трамп был президентом. Он говорил, что если Трамп переизберется опять в президенты, он вообще уедет из Соединенных Штатов Америки. Ну, короче, нес пургу, нес пургу. Мне было неприятно. И вот когда я прочитаю о том, что происходит сейчас, с этим человеком, ему 77 лет, между прочим, не мальчик уже. Оказывается, он сейчас находится в разводе. Он сейчас находится в разводе. И что пишет Fox News об этом? Она его назвала aging bull. Aging bull. Aging bull это старейший буйвол. Старейший буйвол Роберт Де Ниро. вынужден работать до смерти. Вынужден очень много работать, чтобы суметь расплачиваться со своей бывшей женой. То есть, они сейчас разводятся уже лет пять, наверное. Чтобы поддерживать ее экстравагадный стиль, включая ее жажду покупать вещи известного дизайна с целой Маккартни покупать кольца с бриллиантами, которые стоят более одного миллиона долларов. Так сказала его адвокат. То есть, она хочет, она давит на жалость, она хочет сказать, что как жалко, что Денира приходится работать и брать любую работу сейчас. А она говорит, а в 77 лет это несправедливо, что Денира теперь вынужден брать любую работу, чтобы только платить, чтобы расплачиваться со своей женой, которая несправедливо требует это. Ее юрист, ее юрист, жены, которая требует всего, она говорит, ее зовут Кевин Макдоно, она говорит, что, а, вот они на развод подали в 18-м году, они говорят, что он продолжал уменьшать пособия или алименты, которые ей дают. У нас, кстати, в Садах алименты, они называются алимони, это не алименты, как, скажем, в России или в Советском Союзе называлось это деньги на ребенка, а алименты может получать жена, например, бывшая. Так вот, жалуется юрист этой жены, что, мол, дело в том, что гадкий Де Ниро стал уменьшать деньги на ее содержание, и если раньше он ей платил 375 тысяч долларов в месяц, на эти деньги можно было жить, то теперь он снизил ее пособие до каких-то жалких 100 тысяч долларов в месяц. Ну, не мне вам рассказывать, что на эти копейки трудно продержаться, и теперь бедняге, старику Де Ниро приходится хватать, бросаться на любую кость, которую ему дают, и работать, работать, и работать. хотя 77 лет известный актер уже мог бы начать enjoy it life, а не пахать, как папа Карло. И это еще одна иллюстрация того, что я все время говорил, особенно программистам, я все время говорил, которые вдруг начинали радоваться, когда у них появлялись тысячи долларов в месяц зарплаты. Не важна абсолютная сумма, не важна абсолютная сумма, сколько вы получаете, а важно сколько вы тратите. Если у вас находится в балансе ваши аппетиты и ваш приход, то можно получать немного и все равно enjoy it life. Все равно enjoy it life. Так что я боюсь, если так дальше пойдет, то бедняга Де Ниро ему придется распродавать свои дворцы, поместья, чтобы рассчитаться с бедной женой, но может быть процесс когда-нибудь все-таки закончится. Ну, а что такого? Жена хочет колечко за миллион долларов. Вы не хотите? Если кто из моих слушательниц не хочет колечко за миллион долларов или одежду от известного дизайнера Стеллы Маккартни, вы знаете, вы знаете, кто ее отец. Напишите в комментариях, так и напишите. Меня зовут Такта, я живу в такой-то стране, и я не хочу, чтобы мне дарили, и я не хочу иметь колечки за миллион долларов с брюликами. И мы тогда обсудим ваше сообщение. А за сим я с вами буду прощаться на сегодня. Будьте здоровы, благополучны, и enjoy то, что вы имеете. Пока.